Ванька свернул в четверо исписанный лист, сейчас в четверо свернул, и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес на деревню дедушки. Это Чехов, Ванька Жуков. Впрочем, все свои пожелания прямиком в Великий Устьюк отправить можем, а вот увидеть старого доброго дедушку с бородой из ваты в этом году посчастливится не всем детям. Деда Мороза запрещают в некоторых регионах страны. Почему? Давайте разбираться вместе с вами. Итак, дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен, считают некоторые эксперты. Чиновники из Самары и Кирова им вторят. Не дело, мол, приглашать хороводы водить сторонних артистов. Пущай, как старые добрые времена. Воспитательницы бороды надевают, поясок затягивают и с мешком наперевес в актовый зал. Ну а уж реакция детей здесь явно непредсказуема. В прошлом году в Казани вот такой дебют местной воспитательницы провалился. Закидали ее зрители слезами. И вот вам цитата от чиновников. Давайте сейчас внимательно ее послушаем. Все детские сады, которые хотят проводить на своей территории новогодние утренники, выпускные вечера с приглашением сторонних лиц и организаций, они сейчас вносят изменения в свои уставы. После этого данные изменения пройдут государственную регистрацию. Будет в кратчайшие сроки утверждена расценка на оказание такой услуги детскими садами, этим сторонним лицам и организациям. Конец цитаты. Но от греха подальше руководство детских садов в некоторых регионах отказывается от приглашения морозов на праздник. До Ярославля, правда, эта волна пока не докатилась. Ну а уж ежели докатится, то письма будем писать крупным почерком. Тем более, что Роскомнадзор еще в прошлом году опубликовал, внимание, бланк правильного письма Деду Морозу. Вот здесь мы с вами видим шаблон и примечание к нему. Давайте я сейчас процитирую, потому что это интересно. Помните, что настоящий Дед Мороз только один. Он не будет публично просить вас указывать такие ценные для человека персональные данные. В письме достаточно указать только имя и возраст, чтобы дедушка знал, какой подарок подарить и кому он его подарит. Ну что же, забавно, правда, а сейчас будет и вовсе смешно. Давайте выдохнем и посмотрим лишь на некоторые письма старичку с красным носом от взрослых людей. Итак, ну что же, давайте смотрим. Вот мужчина пишет. Дедушка Мороз, подумай насчет йогурта. Я не знаю, как там у вас в Великом Устьюге, но у нас питьевой йогурт не до конца выливается из бутылочки. На стенках остается еще рубля на три. Сделай с этим что-нибудь, ну или удлини нам языки. А вот следующий перл, вот он здесь, да, этот перл явно уж от дамы элегантного веса. Цитирую. Дедушка Мороз, хочу попросить тебя новый обмен веществ. Мне подойдет тот, который у баклана. Эта птица умудряется съедать за день больше, чем весит сама. В бедрах совсем не поправляется. По-моему, это несправедливо. И вот еще от прекрасного пола тоже забавно. Дедушка Мороз, будет время, сделай мужчину умнее. Но если тебе некогда, то просто пошли мне 25-летнего лыжного инструктора. Ну и на закусочку. Мальчик 25 лет был немногословен. А написал лишь следующее. Хм, на этом, пожалуй, и остановимся. Ну давайте и мы с вами остановимся. Посмотрим на снежок за окном и загадаем самое главное с таким уже скоро наступающим вас.